Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интересный вопрос. Должны ли христиане быть бедными? Апостол Павел 2000 лет назад ответил на этот вопрос. Послали к филиппийцам. Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Поэтому главная задача христианина – делать все возможное для того, чтобы обеспечивать жизнь свою, своих родителей, своей семьи, улучшать этот мир и общество, но и не зацикливаться на этом. Помнить, что ищите прежде Царствия Божьего, сказал Господь, а все остальное приложится вам. Действовать так, как если бы все зависело только от тебя, молиться так, как если бы все зависело только от Бога. В сердце своем оставить место для Бога. И не маленькое, не уголочек какой-нибудь воскресного дня, а все сердце отдать Ему, тогда будет легче жить. Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. Тогда, потеряв что-либо материальное, а мы теряем постоянно, и дома горят, и автомобили попадают в аварии, и дети умирают, и имущество теряется, и крадут, а что-то просто портится. И что с нами происходит? Кто-то с ума сходит, кто-то впадает сначала в уныние, а потом в депрессию, которая уже не лечится без лекарств. Кто-то жизнь свою кончает самоубийством, кто-то не выходит вообще из состояния глубокого стресса. А его же сидит на каких-нибудь таблеточках до конца дней своих, и хорошо, если выжил. Поэтому, если все ваше существо, все ваше сердце будет наполнено мыслью только о приумножении капитала, если мысль о богатстве доведена до точки кипения, то потеря его сокрушит вас. Поэтому, когда Господь говорит, и священники постоянно повторяют, не терзайтесь днем завтрашним, для каждого дня хватает своей заботы. Не гонись за материальными благами, достигая их любыми средствами. Мы не говорим о том, что не считают хорошо, а богатство плохо, а говорим о том, что правильно должны быть расставлены приоритеты. Богу – Божье, кесарю – кесарево. Молись и трудись, трудись и молись. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Но не иди в погоне за средствами по трупам других людей. Не оправдывая желание обеспечить семью обкрадывание других людей. Не воруй, не лги, не обвешивай, не привирай. Не пользуйся своим знанием и незнанием покупателя. Не ставь огромную цену за товар, который стоит намного меньше, чем ты его продаешь. Три тысячи процентов. Ну, раз берут, значит, надо это продавать. Особенно жизненно необходимый товар. Сколько мы таких историй знаем не только из жития, из жития святых Николая или Спиридона, но и современной истории, к сожалению. В общем, друзья мои, богатство может тебя погубить. Тем более мы знаем, как много измен происходит. Как только мужчина начинает зарабатывать достаточно много средств, чтобы выйти на другой сенсуальный уровень, ой, и жена уже как-то не так красива, как должна быть. Вот машина у меня новая, дом у меня новый, секретарша у меня тоже новая, а жена как-то уже, родившая у меня троих детей, не вписывается в эту картину ценностей. Ну и знаем мы прекрасно, как слетаются бабочки на огонек, слетаются девушки с низкой социальной ответственностью на богатых мужичков. Вот сейчас мы его заполучим. И начинаются измены, начинаются разводы, начинаются трагедии. И ты понимаешь, что не надо было тебе этих больших денег, оно семью твою разрушило. А семья ценнее денег, ценнее всего того, что ты приобретаешь власть, славу, почет, статус. А семьи уже нет, подруги дней твоих суровых. Так что осторожней с богатством. Оно несет немало искушений. Не само по себе оно душепагубно, оно просто опасно. Ну, как скальпель. Можно порезаться, а можно операцию. Осуществите, спасти жизнь человеку. Так и с деньгами. Не забывайте нищих. Не забывайте нуждающихся. Не забывайте про социальные проекты. Не забывайте про храмы. Делитесь. Никто же не отменял десятину на самом деле. Господь просто даже возвысил эту необходимость. Хочешь быть совершенным, рождай все и следуй за мной. Да, никто так не может. Единицы, уходящие в монастырь, допустим. И нет общего знаменателя, обязательного для всех. Но десятиной надо делиться. Не обязательно с храмами, только лишь. Просто десятая часть доходов должна быть социально ориентирована. И тем самым будет благословлен и твой остальной доход. Подумайте об этом на досуге. Не гонитесь за богатством, ценой умершления своей собственной совести и души. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Изменяю... Спасибо. Продолжение следует...